Вот у нас после нагрузки, без кислорода, сатурация 95. В общем-то, к этому идем и этому мы радуемся. Идти к этому пришлось долго и болезненно. Поражение легких на фоне коронавирусной инфекции у оренбуженки Евгении буквально за считанные дни с 8% увеличилось до 30. Сегодня худше уже позади, но о самых тяжелых моментах она вспоминает со страхом. Понимаешь, что ты не можешь вдохнуть полной грудью, как ты обычно дышишь. И тогда ты уже в панике, уже понимаешь, что страшно за свои легкие, что с ними будет, как бы еще молодая. Сделать прививку, говорит, не успела. Как под копирку ответ многих молодых людей, которые даже спустя два года после начала пандемии уверены, пронесет. Нет, я думаю, не пронесет. То есть обязательно надо сделать прививку для общего иммунитета и для самих же врачей, потому что действительно они находятся в большой зоне риска. Не успели или не захотели почти 100% тех, кто под аппаратами и был в реанимации. Ковид ударяет по самым слабым системам организма. Итог – тяжелое осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы, из-за сахарного диабета или других хронических заболеваний. Самое тяжелое в нашей профессии, в нашем ковид-госпитале сегодня то, когда мы слышим от пациента слова, что он не успел привиться по какой-то причине, не хотел или семейные дела отвлекали. И когда, глядя в глаза, он тебе говорит, я только выйду отсюда, я привьюсь. Но иногда шансов выйти вирус уже не предоставляет. Самое печальное, отмечают врачи, пациент в последние месяцы заметно помолодел. Новые штаммы вируса дают тяжелое осложнение у тех, кому всего 25-30. Причем многие из них попадают в больницу уже с запущенной стадии болезни. Это кабинет компьютерной томографии. Именно здесь пациент узнает о том, какой процент легких поражен. Только вот для некоторых это становится абсолютным сюрпризом. И даже при отсутствии прививки, при любых симптомах, обращаются за помощью врача в последнюю очередь. Ну это вот матовые стекла как раз. Так выглядит удар ковида по легким. Причем для новых мутирующих штаммов это удар первый. Потом нередко следует система желудочно-кишечного тракта и присоединение дальнейших осложнений. Но путь к ним зачастую лежит через несвоевременную помощь на начальном этапе. Упущены все, поступают практически очень поздно обращения. Самолечением, конечно, многие занимаются. И антибактериальные препараты, и противовирусные. Все у них, и гормоны, все они все принимают, все себе сами назначают и лечатся. И потом уже, конечно, приезжают уже в запущенном состоянии. Все это на фоне главной особенности ковидной пневмонии, ее крайне быстрого развития, даже сильный иммунитет и здоровый легкий за считанные дни может приковать к аппарату искусственной вентиляции. Но что самое трагичное, ни современное оборудование, ни 12-часовые смены врачей красной зоны на пределе сил ничего не гарантируют пациенту обратный путь домой из реанимации. Анна Втюрина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.